9 марта в администрации состояло заседание по социально-экономическому развитию города, в котором приняли участие предприниматели Каспийска. На повестке дня поднимались вопросы перспективы развития города с учетом внешних факторов, план развития туризма и многое другое. Открыл совещание глава городского округа Борис Гонцов. В своем докладе он отметил планы на ближайшее будущее и небольшие итоги за 2022 год. Благодаря нашей совместной работе мы и предпринятым мерам добились того, что сейчас вода у нас идет круглосуточно и очень чистая. Одна из чистых по микробиологическим показателям в республике. Обращаясь к предпринимателям, Борис Гонцов попросил решить проблему с загрязнением города. Было предложено индивидуально заключать договоры на вывоз ТКО, а не давать им скапливаться на проезжей части или на тротуаре, а также организовывать площадки для сбора мусора. В завершении выступления он поблагодарил всех предпринимателей за оказанную помощь не только в решении городских проблем, но и в поддержке военнослужащих, находящихся на данный момент в зоне проведения СВО. А также отметил, что в этом году Каспийск получил звание «Город трудовой доблести», из-за чего было предложено возвести Стеллу. Каспийск, он всегда трудовой, всегда в кулаке, всегда един, поэтому выработать решения, предложения, видения свои, высказать их, не стесняясь абсолютно, не стесняясь. Мы поддержим и мы, значит, СТУ это должны все вместе установить и быть благодарны нашим отцам и детам. Представитель экономического отдела Эльмира Магомедова в своем докладе рассказала о определенных мерах поддержки местным предпринимателям, которые могут поспособствовать развитию их бизнеса. На сегодняшний день бизнесмен может получить информационно-консультативную поддержку, лизинг для улучшения своего дела и многое другое. А также на совещании поднимался вопрос касаемо развития туризма в Каспийске. Было предложено принять нормативные акты и создать интернет-ресурсы для информирования граждан о достопримечательностях города. Будет создан свой муниципальный турист и информационный центр, который также будет работать в том числе и в интересах предпринимателя. Он будет давать туристам информацию о предпринимателях, о гостиницах, о средствах размещения любых, об отелях, о хостелах, этнодомах, о точках питания, о точках развлечения. То есть он будет работать в интересах предпринимателя. На сегодняшний день Управление культуры города Каспийска разрабатывает план мероприятий, в который будет входить развитие яхтенного туризма, различных фестивалей и многое другое. Отметим, что в заседании принимали участие председатель собрания депутатов Каспийска Абдул-Вахид Джаватов, заместитель председателя собрания депутатов Аза Алиева и заместитель главы города Арсен Шерифов. В завершении заседания Абдул-Вахид Джаватов также обратился к предпринимателям. Подходите всех к архитектору, вам у вас дельное предложение, чтобы было все красиво в городе, потому что чем больше мы станем привлекательнее для туристов, тем, я думаю, лучше будет для нас, горожан. Во-первых, это туризм, это работа, это рабочие места, это, в конце концов, торговля в тех же самых наших торговых точках. Осия Тумалатова, Гаджи Гаджиев, Новости, Телеканал Среда.